Здравствуйте! Это передача «Разговор по существу» и сегодня мы беседуем с участником научной конференции, доцентом Санкт-Петербургского горного университета, руководителем научного проекта по привлечению человеческих ресурсов в Арктику, Анни Никулиной. Здравствуйте! Здравствуйте! Анни, вы приехали выступить на форуме и узнать, какие действия необходимо предпринять со стороны государства и руководителей, предпринимателей, организации. Чтобы люди приезжали в Магадан и оставались здесь жить, работать, скажите, сложился ли у вас этот образ понимания, что с вашей точки зрения важно для жителей Магадана и для приезжих? Какие условия должны быть у работодателя и какие условия должны быть для проживания, комфортные, чтобы здесь обосноваться? Денис, я хотела бы начать с небольшой предыстории. Данное исследование выполняется в рамках президентского гранта Российского научного фонда. И оно уже проводится третий год. На данный момент мы провели достаточно большое количество социологических опросов, интервью. И в первую очередь я бы, наверное, рассказала о тех результатах, которые уже были получены до приезда в Магадан, и с которыми как раз мы с моей коллегой выступили здесь на научной конференции и перед научным сообществом Магадана. Мы провели опросы среди, в первую очередь, студентов Горного университета, потому что в Санкт-Петербургском Горном мы готовим весь перечень специальностей для минерально-сырьевого комплекса России. И, конечно же, Арктика — это в первую очередь минерально-сырьевые ресурсы. И те человеческие ресурсы, которые необходимо привлечь на север, это в первую очередь высококвалифицированные специалисты, которые готовы работать именно в минерально-сырьевом секторе. И в нашем университете мы провели интервью и опросы среди студентов, которые, собственно говоря, могут весь комплекс минерально-сырьевой Арктики обслуживать. И, вы знаете, получились очень интересные результаты и необычные. Дело в том, что около 50% студентов сказали, что они никогда ни за какие деньги не поедут работать на север. При том, что некоторые из них, и даже, возможно, достаточно большое количество, особо не имеют понятия, что такое крайний север. Они там никогда не были и мало чего слышали. И, возможно, у них слово «Арктика» ассоциируется только с льдом, полярными медведями и вообще с какими-то немыслимыми условиями, невыносимыми для жизни. Хотя Арктика — это регион совершенно разнообразный, разноплановый. Если взять Мурманскую область, то она вообще на границе с Карелией. И там на юге Мурманской области даже дачи есть. С дачной участки, с теплицами и с грядками. Поэтому, мне кажется, это во многом связан такой результат, что 50% сказали никогда и ни за что. Он связан еще с очень плохой информированностью молодежи. Несмотря на то, что у нас студенты, это достаточно проходит высокий конкурс по ЕГЭ, то есть это отличники в своем роде. Тем не менее, не все из них даже имеют представление, что как крайний север. Поэтому одним из важных пунктов в ходе реализации данного проекта является популяризация именно того, что такое Арктика. Чтобы молодые люди, молодые специалисты знали и имели представление, какие здесь есть возможности. А далее мы обратили особое внимание на тех, кто хочет ехать на север. Потому что все-таки половина студентов сказала, что они бы хотели. И далее мы провели исследование, что это за студенты, что является приоритетным для них, для того, чтобы поехать на север. И выяснили следующие результаты. Во-первых, если проанализировать все теории мотивации существующие, то зарплата, как все обычно говорят, а что нужно, чтобы поехать на север? Да, вот хорошо бы платили, я бы поехал. Но на самом деле зарплата, согласно всем существующим теориям, и Маслоу, и Марк Грегора, и Герцберга, она не является определяющим фактором. Она только до определенного уровня имеет значение, но выше этого уровня можно платить человеку сколько угодно, но если не создать ему условия высшего порядка, самореализации, самоактуализации, он уже не будет оставаться. Он либо уедет, либо вообще не поедет на эту работу. Поэтому только деньгами решить этот вопрос невозможно. Так вот, интересно, очень показали результаты, что ту заработную плату, которую желали бы получить те студенты, которые никогда не поедут на север, она в среднем составляла 270 тысяч. О чем это говорит? Цифра, да, шокирующая. У нас даже вышла статья на эту тему, которая набрала более 100 тысяч просмотров в интернете, потому что люди потом писали в комментариях, что за 270 тысяч... Интересная позиция, да. Вот, то есть они там в рамках от 100 до 200. У них ожидания очень разные, да. Некоторые думают, что здесь огромные деньги на севере. Ну да, я думаю, это по какой-то наслышке, правильно? То есть не просто так придумали они. Да, вот это, кстати, тоже очень интересно. Я думаю, это еще осталось с советского прошлого. Но даже сейчас, когда мы ехали в Магадан, очень многие считают, те, кто живут, как вот вы говорите, на материке, считают, что здесь огромные зарплаты, и здесь все миллионеры, да. Потому что в советское время, конечно, ехали на север за длинным рублем, но не только. Конечно, ехали еще за вызовом себя реализовать, семью создать. Но все-таки, конечно, северян, зарплата северян в советское время, это было, как бы они складывались легенды. То есть, ну, а так и было. То есть люди работали несколько лет или всю жизнь даже там в Норильске, в Магадане, в Иркуте. Потом приезжали, если приезжали, то покупали квартиры, либо оставались уже в этих городах, но жили всегда очень достойно. Потому что зарплата была, как минимум, в два раза выше, да. У вас есть районный коэффициент, который составляет два. Да, конечно, да. Да, но сейчас вот эти вот механизмы районного коэффициента, они устарели, потому что они применяются к МРОТу. А МРОТ федеральный в России составляет 11 280 рублей. Насколько не умножишь, даже вот на два, на максимальный коэффициент, все равно сумма получается очень низкая. А так собственник предприятия может платить любую зарплату, просто она должна быть ниже вот этого МРОТа с учетом районного коэффициента. Но это будет все равно, может быть, не самая высокая зарплата. У нас вообще у людей, которые проживают в центральных районах России, такое раздваят сомнение, либо никакой информации нет, либо это какая-то странная информация. То есть о завышенных оценках, либо это какая-то негативная. То есть вот так вот все. То есть нет вообще у людей понимания четкого о том, какие люди здесь живут, чем они здесь занимаются, и как зарабатывают, и сколько. Да, все считают, наверное, что здесь все работают на добыче золота, и все миллионеры. Но, конечно, здесь есть разные виды профессии, и достаточно достойные виды профессии, и достойно оплачиваемые, даже не в сфере добычи поленоскопаемых. Ну, по поводу полученных результатов, вот это были интересные. Также мы спрашивали молодых людей, что для них важно. И одним из самых важных показателей, конечно, оказалось наличие инфраструктуры. И это связано с тем, что молодые люди не хотят быть отрезанными от основного мира. Если они даже едут на север работать, они хотят в свой отпуск спокойно сесть на самолет, долететь до Петербурга, Москвы или другого города, или улететь за границу отдыхать, либо на выходные иногда прилетать время от времени, если зарплата, по идее, зарплата должна быть такой, которая позволяет. И стоимость билетов должна быть такой, чтобы она позволяла. А самое главное, должно быть наличие железнодорожных вокзалов, аэропортов, чтобы, ну, естественно, автомобильных дорог. Помимо вот инфраструктуры транспортной, конечно, молодые люди, вот на втором месте по значимости, после инфраструктуры, это были наличие возможности заниматься спортом и хобби. То есть, например, там, фитнес-залы или какие-то учреждения спорта, плюс учреждения культуры, типа как театры, кафе и так далее. Ну, конечно, не только работа, нужно же разгружаться морально и физически. Это везде, у всех. Совершенно верно. Не важно, север, не север. Что касается исследований, которые здесь в Магадане, сейчас мы провели уже несколько интервью, о результатах пока, конечно, говорить сложно. Но в целом мы видим, что молодежь тоже здесь показывает то же самое, что необходима инфраструктура, возможность быть неотрезанным от остальной части России и иметь интересную работу с самореализацией, самоактуализацией. Поэтому молодежь всей России, она, в общем-то, имеет одни и те же приоритеты, можно так сказать. Но конкретно по Магадану, конечно, так как мы еще пока здесь, еще проводим это исследование, мы сможем обобщить и написать какие-то результаты уже позже. Следующий вопрос у меня к вам есть. Он немножко отходит от узкой тематики нашего форума, конференции, проводимой в Магадане. Ваша общая цель? То есть ваша общая цель именно в науке, в вашей работе? Чем вы занимаетесь? Ну, у меня достаточно такие диверсифицированные цели. Я защищала диссертацию по штокманскому месторождению газоконденсатному, который находится в Мурманской области. То есть еще при обучении в аспирантуре у меня был интерес к северу. Сейчас у меня интерес сместился, он остается на севере именно, но сместился именно в область человеческих ресурсов. Потому что изучая различную литературу, общаясь с людьми, выступая на конференциях, одна из самых главных проблем – это именно человеческие ресурсы. То есть я переместилась в вопросах экономических, на больше социально-экономические и даже психологические. Что же нужно сделать для людей? Потому что ни один проект, даже вот проект по освоению штокманского месторождения, если бы он был реализован, а он в силу политических и экономической ситуации в мире, он не был реализован, он сейчас приостановлен, если бы он даже был реализован, туда бы потребовались тысячи квалифицированных специалистов. И уже тогда, в 2012 году, когда я изучала диссертацию, было понятно, что там их нету на месте, их необходимо все-таки готовить и привлекать. А как привлекать, чем привлекать? Это как раз явилась задачей, которую я перед собой поставила. И вот уже с тех пор у нас сложился коллектив научный. Это мои коллеги, это и психологи, кандидаты психологических наук, социологических наук, экономисты. И это большое количество студентов, которые занимаются научно-исследовательской работой. И мы все вовлечены в этот проект, и все выражают очень большой интерес. Студенты с большим интересом хотели бы поехать на север тоже там выступить на конференциях, даже пообщаться со своими коллегами, студентами различных университетов из Мурманска, университет из Архангельского и в том числе из Магаданского теперь. Поэтому такая цель – это, конечно, объединение научной мысли по вопросам развития Крайнего Севера. Сейчас очень большой оборот набирает такая организация, как ПАРА, проектный офис развития Арктики. И, в общем-то, даже посмотрев те статьи, которые опубликует проектный офис, можно увидеть всех людей, основных в России, которые занимаются проблемами Арктики. И, конечно, многие тоже в том числе пишут по человеческим ресурсам. То есть научное сообщество России в целом очень много сейчас уделяет этому внимания. И мне, конечно, хочется тоже стать частью этого научного сообщества, и вот быть вовлеченной. И вот надеюсь, что это развитие. Да, это развитие. Вы, как жители Санкт-Петербурга, скажите, пропагандируется ли информация о Севере? То есть вот такое четкое понимание, что здесь происходит и какие здесь работы, сколько здесь люди зарабатывают, вот то, что вы сейчас сказали. То есть это до людей как-то доносится? Либо они вот так вот и болтаются с непонятной информацией? В последние несколько лет в Антербурге создано несколько организаций, которые занимаются арктическими исследованиями, в том числе молодежных. Например, очень часто проводятся такие кейсы для молодежи, в которых они участвуют. Там какой-нибудь решается реальная производственная задача, что нужно сделать для производственного объекта, как подвести инфраструктуру и так далее, чтобы грамотно развить тот или иной проект. У нас в Горном университете как раз мы тоже этим занимаемся. У нас проводятся форумы международного уровня. Вот на последнем форуме это был российско-британский сырьевой диалог. Мы делали кейс-чемпионат для студентов и для гостей форума. Он проводился причем на английском языке. И мы с коллегами разработали кейс по Лавозерскому ГОКу. Это горнодобывающее предприятие, которое разрабатывает месторождение редких металлов. А редкие металлы имеют стратегическое значение в России. Они входят в перечень стратегического сырья. И этим летом я была как раз в Мурманске, в этом поселке Ревда, где более 15 лет работал мой дедушка и жили моя мама. И я ужаснулась, конечно, этому состоянию. То, что я увидела, я, конечно, была в очень большом расстройстве, потому что даже внешнее предприятие выглядит просто запущенным. Хотя оно работает, там порядка тысячи человек трудится. И мы с коллегами решили разработать кейс. То есть посмотреть, что же все-таки можно сделать. Потому что кейс – это реальная ситуация. И очень часто студенты дают очень грамотные решения на это с помощью мозгового штурма. Свежий взгляд. Свежий взгляд, да. Который может потом навести на какие-то очень интересные идеи. И мы разработали этот кейс. Представили его для гостей российско-британского диалога у нас в Горном университете. У нас были эксперты из Великобритании, которые тоже с удовольствием почитали эту информацию и давали рекомендации нашим студентам, как нужно разрабатывать этот кейс. Что здесь можно сделать. И за полтора часа на английском языке наши студенты все прочитали с нуля. Прогрузились в эту ситуацию, в эту проблему Лавозерского ГОКа. Разработали решения. И эти решения были очень интересные. Когда мы их опубликовали, даже краткие заметки сделали на сайте. К нам пришли запросы из Ревды. И попросили даже написать статью для местной газеты. Потому что им было очень, во-первых, интересно, что на мероприятии такого уровня рассматриваются проблемы поселка. Но хотя поселок Ревды достаточно большой. Там 10 тысяч человек. И во-вторых, они выразили, местное сообщество выразило интерес именно в самих решениях. Как правило, некоторые решения, например, были в том числе развивать туризм арктический. Вот это, кстати, тоже одно из научных направлений. Потому что арктический туризм сейчас становится элитным видом туризма. Согласен. Это вообще очень интересная информация. И такие идеи, которые можно внедрять и у нас, и в принципе везде. Потому что всегда найдутся такие места, которые хотелось бы восстановить и дать им вторую жизнь. Да, я думаю, что здесь тоже, я знаю, что здесь проводят чемпионат Кейс-Инн в политехническом институте северо-восточного университета. Поэтому я думаю, что, возможно, здесь в рамках кейсов тоже рассматриваются, скорее всего, конечно же, в том числе проблемы реально действующих предприятий именно севера крайнего. Ну, в том числе здесь, которые находятся. Но помимо этого, отвечая на ваш вопрос, что еще в Петербурге делается, у нас есть комитет по делам Арктики, который тоже был создан несколько лет назад. Года три примерно назад. И это именно орган власти, который занимается популяризацией вообще самой Арктики и в Санкт-Петербурге, а в том числе еще популяризацией исследований научных в Санкт-Петербурге по Арктике. Потому что у нас в Санкт-Петербурге, конечно, очень много предприятий, которые работают именно для того, чтобы быть представлены на севере. У нас и судостроительная отрасль, и научное объединение, и университеты, которые готовят кадры, в том числе горный университет. Поэтому мы в Санкт-Петербурге делаем достаточно много всего для Крайнего Севера. И поэтому хотелось бы, конечно, в том числе и наши научные идеи применять. Получился ли результат? Приобрели вы выгоду какую-то со своей поездки? В какой мере это все произошло? Результат, я считаю, представление нашего научного доклада было очень хорошим, потому что научное сообщество откликнулось. Они стали задавать достаточно большое количество вопросов. Мы обменялись контактами с университетом, причем как с университетом, так и с Книей ДВО РАН тоже. То есть мы увидели заинтересованность в исследовании. Конечно, не совсем наши коллеги согласны, и это нормальная ситуация, даже очень хорошая. Но у нас очень много точек соприкосновения, и уже мы разговаривали с нашими коллегами, представителями университета, и с Книей ДВО РАН. И уже у нас сейчас появляются идеи для дальнейшего совместного сотрудничества, причем даже не только в области науки, но и в области образования. То есть что можно сделать совместно. То есть взаимодействие между университетами, очень надеюсь, что получится наладить и получится делать обмены. Например, студенты приезжают к нам на конференции или на кейс-чемпионаты, наши студенты приезжают в Магадан. Я надеюсь, что это все получится у нас. Общались вы с людьми, получили ли какой-то здесь результат, то есть есть ли у вас понимание общее, как эта картина мира уже сложилась? Ну я хочу сказать, конечно, мы здесь всего несколько дней, и для общей картины, конечно, это слишком небольшой срок. Но мы, тем не менее, очень рады, что нам удалось все-таки сюда приехать, потому что, сидя в Петербурге, не узнаешь, что такое Магадан. Сюда именно нужно приехать и увидеть вот эту красоту, этот город, который архитектурно очень похож на Санкт-Петербург, центральная часть. Увидеть, познакомиться с людьми, с северянами, а мне кажется, северяне это особый народ, они настолько гостеприимные, радушные. И такое доброе отношение, можно сказать, нас приняли как своих лучших друзей. Поэтому вот именно приехав сюда и прочувствовав это, можно делать, начинать уже какие-то выводы. Но, тем не менее, мы здесь всего 4 дня. Что меня особо поразило? Ну, про радушие я уже сказала. Да, обязательно. Это в первую очередь. У нас народ такой, да. Он этим очень славится везде. То есть всегда говорят, даже я вот проживал в Москве, и тоже людей с людьми встречаюсь, когда они слышат, что из Магадана говорят, у вас такие добрые люди. Действительно, душевное тепло, конечно, это связано с тем, что на севере в одиночку и не выжить. То есть всегда нужно объединяться. Но, тем не менее, это именно личностные качества людей. И в научной среде мы то же самое почувствовали себя и востребованными, и нужными. И в научной среде нас тоже очень тепло и радушно приняли. Так же хотелось бы сказать, конечно, мы беседовали в такси с представителями компаний некоторых. Например, гуляя там, беседовали просто с местными жителями, встречными прохожими. Или в кафе где-то, да, за соседними столиками общались. С владельцами кафе. Обглав в обычной жизни. Да. То есть мы как бы общались со всеми, и какие-то выводы мы уже можем сделать. Первый вывод, это что здесь замечательные люди. То есть здесь человеческий капитал на очень высоком уровне развит. Также, когда мы были на конференции, мы очень много общались со студентами. И в университете студенты нам показали свой так называемый музей техники информационной, вычислительной. И мы были просто поражены, потому что студенты сами создали робота, который говорит. У него даже есть сердечко. И все, в том числе детали для изготовления, были созданы самими студентами. Потом они нам показали свою технику, которую они восстановили и сейчас используют активно. То есть делают там сувенирную продукцию, номерочки для гардероба. То есть имеют практическое даже применение. И мы, конечно, в восторге от этих студентов, как они нам подавали информацию, с какими горящими глазами они все это делают. То есть я вижу, что студенческий потенциал, то есть будущее Магадана, в общем-то, в надежных руках. Если их так воспитывают в университете, то они будут очень большую пользу приносить региону. И я могу сказать, что мы, конечно, не можем прямо обобщать, но те студенты, с которыми мы общались, они не намерены уезжать отсюда. То есть им очень нравится здесь. И поэтому самое главное городу создать такие условия, чтобы эти студенты, истинные патриоты своего города, и причем такие умные и, можно сказать, подготовленные, хорошие специалисты, нужно для них создать условия, чтобы они остались, потому что они хотят остаться. С какими мыслями вы вообще просыпаетесь и летете с таким стремлением, с такими горящими глазами? Ну, я могу сказать, что есть такое знаменитое выражение, найдите, занимайтесь тем, что вам нравится, и вам никогда не придется работать. И могу сказать, что вот эта тема, которой я занимаюсь, это именно та тема, которая мне нравится, и которой я готова заниматься, даже не имея никакого финансирования. То есть я бы все равно и занималась. Мне очень повезло, потому что Российский научный фонд поддержал мой проект, именно президентская линейка грантов, и это позволило мне, во-первых, создать научный коллектив, выплачивать заработную плату, и также, в первую очередь, конечно, именно ездить по Арктике. Потому что, конечно, какие-то виды туризма я бы и сама ездила с удовольствием, в рамках личного, своего интереса. Вот, кстати, вот этим летом я и свою семью вывозила на север, мы были на Белом море. Вот, поэтому, но, допустим, поехать там в Магадан, конечно, это уже достаточно высокие затраты, которые неподъемны, да, умножить билет там 35 тысяч, умножить на всю семью. Ну, да, это достаточно, ну, больше даже дорога, проживание, я считаю, нормальное достаточно здесь, цены примерно петербургские, вот, дорога достаточно затратная. Но, что еще удивительно, например, поездка в Иркуту, а мы в Иркуте были тоже в рамках исследования летом, она обошлась нам, билет обошелся порядка 60 тысяч на человека. Вот, 60 тысяч рублей, да, на одного человека, вот. Туда-обратно? Да, туда-обратно, но еще багаж там сверху был, то есть, я считаю, это, конечно, действительно очень затратно. Поэтому, получается, ты делаешь выбор, ну, вот мы делаем с моей коллегой тоже, мы делаем выбор в пользу северных регионов. Конечно, можно было бы поехать, вот, насколько я знаю, конференция в Париже будет по Арктике в декабре, вот, но нам надо было выбрать либо в Магадан, либо в Париж, нельзя поехать везде, потому что времени на все не хватит, вот, и, соответственно, билеты в Париж дешевле, вот, но Магадан интереснее, потому что зачем ехать в Париж, чтобы изучать Арктику? Ну, чтобы представить результаты еще можно, но, кстати, вот Франция тоже интересуется очень Арктикой, и у них создан даже такой огромный отдел, и посол по делам Арктики и Антарктики, это Сегулен Рояль, это, можно сказать, там, одно из первых лиц Франции, бывший сурбург Франсуа Ланда, и она даже была кандидатом на пост президента, когда Николас Аркози выиграл выборы, она была на втором месте, то есть лицо такого высокого ранга является послом по делам Арктики и Антарктики Франции, Франция не имеет доступа к Арктике, да, то есть она, конечно же, ну, в первую очередь, Российской Арктикой интересуется, ну, потому что в Антарктике там ресурсов нету природных, все природные ресурсы, они в Арктике, и они еще не все разведаны, поэтому там огромные запасы, ну, там и запасы большие, а ресурсов там даже мы не можем сказать, сколько там их может быть, поэтому сейчас все страны туда, да, такое, как сказать, имеют интерес, и конференции, да, Китай очень сильно интересуется, вот, то есть очень многие страны, в которых вообще нет доступа к Арктике, к арктическому шельфу, у них созданы там отделы на государственном уровне, и проводятся конференции, мероприятия по Арктике, вот, поэтому, собственно, поехать можно, ну, в рамках научной темы практически в любую страну, но ездить, я считаю, надо именно в нашу родную Арктику, в наш крайний север. Ани, спасибо за беседу, напоминаю, вы смотрели передачу «Разговор по существу», и сегодня мы встречались с руководителем научного проекта по привлечению человеческих ресурсов в Арктику Ани Никулиной. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин